Вспоминая Золушку, в Государственном Кремлёвском дворце открылась экспозиция костюмов легендарного балета Владимира Васильева. Мы выяснили, как кремлёвскому балету удалось привлечь в костюмеры самого же Рарапки Пара, который работал на Нину Ричи. И почему Васильев сам танцевал партию мачехи в собственной постановке. Часы пробили полночь, карета превратилась в тыкву, но бальное платье Золушки чудом сохранилось. В Гуме открылась выставка костюмов, который Дом моды Нины Ричи создал для кремлёвского балета. Балет Золушка представили публике в 1991 году. Если с талантами в России всегда проблем не было, главные роли танцевали легендарные Екатерина Максимова и Андрес Лиепа, то с костюмами было сложнее. Постановщику Владимиру Васильеву хотелось чего-то по-настоящему красивого. И похоже, что крёстная фея его услышала. Нина Ричи, друг, первый раз, кто никогда из нас вообще не связывался с какими-то домами известными. И вдруг вот это, ну хотя бы костюмы, ну Золушкин даты сделать, какой-то очень красивый костюм. Ну может быть, тёстры там, ну костюмы четыре, пять, и они мне объявляют. Вы знаете, мы подумали. Четыре костюма замечательные, но мы решили, знаете что, мы с вами к вам сделали все костюмы, все костюмы. А как это, не беспокойтесь, для нас это большая честь, царский подарок. В итоге было около 110 костюмов сделано. Смета была миллион долларов. Для нас тогда это была вообще немыслимая сумма. Владимир Васильев не остановился лишь на роли постановщика. Юные балерины никак не могли справиться с партией мачехи. И тогда он решился на необычный шаг. Станцевал её сам. Это костюм мачехи. Станцевал Владимир Васильев. Он танцевал её как вот женщину такую, уже грузную, да, со своими... И она была на лёгких каблуках. Вот это мой костюм. Как раз вот про эту шубу с лебяжьим пухом я рассказывал. Мне было очень обидно, что лебяжий пух такой замечательный, как бы, дизайнер спрятал внутрь. И я старался его показать. Поэтому первые пять минут я выворачивал шубу на другую сторону. И ходил вот как настоящий принц вот в этой лебяжьей шубе. Это была первая постановка, которая делалась прямо на меня. И я танцевал с великой Екатериной Максимовой. Вот так давали туфельку Екатерине Сергеевне Максимовой. Здесь царит атмосфера бала. Ощущение, что с минуты на минуту заиграет вальс, и кавалеры начнут приглашать дам. Многие легенды этих костюмов были настоящие платья от утюг из коллекции 80-х годов. Они оставались в доме, и они реабилитировали их на сцену баллы. Сделали они это блестяще. Помимо платьев, Жерар Пипар, тогдашний глава дома Нины Ричи, создал и все украшения. Бесчисленные браслеты, шляпки, тиары. Все произведение искусства. Туфельку Золушки давно примерит только самой Золушке. А вот диадему я бы хотела примерить сама. Тем более, когда у меня есть добрая фея Андрей Борисович и принц Андрис Лиепа.